Добрый день всем. Давайте начинать третью лекцию курса по NGS. Эта лекция будет посвящена сборке генома. Как собрать геном из коротких чтений. На первой лекции вам рассказали, как получить эти чтения при помощи хитрого прибора. На второй лекции рассказали, как эти чтения обработать и контролировать их качество. А сегодня мы разберемся, как из них что-то получить. Естественно, просто на самих чтениях провести какие-то исследования сложно. Можно какие-то оценки получить, но никакого полного исследования провести нельзя. Поэтому нужно получить, собственно, то, из чего эти чтения были получены прибором, секвенатором, или геном, или транскриптом. Я буду рассказывать в первой части лекции о сборке генома. А Артем будет рассказывать, Артем Касьянов будет рассказывать о сборке транскриптома. И в связи с этим у меня к вам сразу такой достаточно нетактичный и неприличный вопрос. Все ли понимают точно разницу и уверены в том, что они понимают разницу между геномом и транскриптомом? Давайте. Кто понимает разницу между геномом и транскриптом? Вот так вот совсем хорошо понимает. Понимает, да, понимает, они не понимают. Геном и транскриптом, да? Ну, все понимают, да, отлично. Ну, великолепно. Тогда скажите, раз вы такие умные, чей это геном? Так, так, я вижу многие близкие уши к ответу. Да, это геном человека. Великолепно. И это, так сказать, юноша или девушка? Нет, конечно, это юноша. Потому что у него, видите, вот здесь Y-хромосома, она видна, что она меньше X-хромосомы, да? Все понимают, да? Если бы это была девушка, у нее, соответственно, должно быть было две вот таких вот X-хромосомы. А здесь просто перечислены хромосомы в порядке убывания размера, да? И заканчиваются как раз XY-хромосомы. Великолепно. Ну, а это, соответственно, схема процессинга РНК. И вот здесь уже вылавливаются эти РНК и секвенируются транскриптом, о чем вам расскажет Артем. Отлично. Теперь с прошлого года эта лекция немножко изменилась. Я бы сказал в более легкую сторону. Я надеюсь, вам будет легко проделать упражнение, которое я предлагаю. На мой взгляд, профессия такая сборщика геномов умирает по нескольким причинам. Во-первых, я просто могу судить об этом, потому что когда только появился секвенатор вот здесь, на нашем факультете, была большая трудность сборки генома. Никто особенно раньше не собирал геномы. Мы даже собрали целый семинар, где мы читали статьи, обсуждали, делились какими-то результатами. Мы заседали примерно один семестр, там где-то 10 у нас было занятий. И ходило вот очень много людей, там ходило, там ходит человек 30, ходило даже так. И потом еще, потом семинар закончился, уже мы какой-то опыт приобрели, разошлись на этом. Потом после каждого запуска секвенатора все равно появлялись люди, которым надо было собирать геномы. Вот они приходили, что-то спрашивали. Ну, примерно раз в месяц это происходило. Это было там три года назад. Ну и постепенно их проходило все меньше, меньше и меньше, и меньше, и меньше. Из чего я сделал вывод, что просто все уже научились собирать геномы. Это стало гораздо проще. И причина, на мой взгляд, следующая. Во-первых, стали лучше планировать эксперименты. Люди уже поняли, что большие геномы секвенировать трудно и собирать. Это очень сложные проекты, не всегда подсильные. Даже если вы можете получить образцы и можете отсеквенировать с нужным покрытием. Во-вторых, наконец-то появились профессионально написанные программы, бесплатные. Раньше программы в основном были написаны учеными и даже очень хорошими учеными, гениальными. Но это были такие программы, взгляд, очень хороших самодельных. Когда программу такого класса, вот вы слушали, наверное, в прошлый раз теорию сборки геномов. И можете себе представить, что программа, которая реализует вот такой алгоритм, достаточно сложная. Естественно, написанная одним человеком, это достаточно программа кустарная. Сейчас же появились действительно очень мощные программы. Ну вот об одной я буду сегодня рассказывать, которая пишется уже коллективом профессиональных программистов, которые тестируются качественно на разных геномах, которые, в общем, написаны по всем правилам от программной индустрии. Поэтому запускать и работать с ними стало гораздо легче. Здравствуйте. И в-третьих, многие люди перешли на секвенирование транскриптомов. Оказывается, что транскриптом секвенировать несложно, работать с ним тоже удобно. И для многих задач, в частности, даже популяционной генетике, подходит секвенирование транскриптомов. Если вам нужны только белокодирующие гены или какие-то еще РНК, и вы можете обойтись без всего остального, то гораздо легче секвенировать транскриптомы. Альтернатива всему, что я буду рассказывать дальше. Все, что я буду рассказывать дальше, требует все-таки работы в Linux. То есть нужно работать с командной строкой и чувствовать себя нормально. Не бояться команд, представлять, как это все работает. Альтернатива есть. Альтернатива — это платные программы. В частности, CLC Genomics Workbench. Очень хорошая программа и, наверное, стоит своих денег. И она действительно умеет многое. И собирать геномы, делать картирование, выдавать разные отчеты. И, наверное, имеет смысл для каких-то лабораторий, для каких-то проектов, вполне имеет смысл. Если ваши задачи более-менее стандартные. Конечно, вот командная строка Linux позволяет вам построить там любые пайплайны, сколь угодно сложные. Но в то же время это, конечно, отнимает время и является самостоятельной задачей. Давайте уточним несколько терминов. Наверняка уже вы встречались с ними на прошлых лекциях. Во-первых, обычно чтения или риды у нас парные. И вот у нас есть левый рид и правый рид обычно. Между ними какое-то расстояние, которое называется длиной вставки. Замечу, что длина — это вот отсюда досюда, а не отсюда досюда по историческим причинам. И обычно у нас левый и правый рид направлены в разные стороны. Бывают разные библиотеки, но вот это самый частый встречающийся случай, вот когда они, так сказать, как говорят, paired-end риды, парно-концевые по-русски. Также нам понадобится понятие покрытия. Это тоже очень простое понятие. Вот наш исходный геном. А вот это те риды, на которые он был нарезан в результате секвенирования. И покрытие — это, грубо говоря, сколько в среднем ридов покрыло данный нуклеотид генома. Соответственно, вот показана область высокого покрытия зеленым. А здесь меньше ридов, область низкого покрытия. А здесь вообще нет покрытия, то есть нет ридов. Этот кусочек просто не прочитался. И сразу приготовьте к тому, что собрать целый геном, прям вот как он есть в природе, в хромосомы, от хромосомы от теломера до теломера, не получится. То есть получатся какие-то куски. В лучшем случае они будут длинные и большие, в плохом случае они будут маленькие и короткие. Потому что вот прочитать до сих пор нет такого секвенатора, который бы вытянул всю молекулу ДНК и прочитал бы ее от первой до последней буквы. Вот на основе этих ридов строится какая-то консенсусная последовательность. И вот наш собранный геном. А вот кусок, который нам не удалось собрать. Также важное понятие контига и скафолда. Контиг — это протяженная часть генома, которую удалось собрать, которая не содержит в себе дырок. А скафолд — это контиги, соединенные ридами. То есть такие два контига, между которыми удалось пробросить мостик при помощи пары ридов. Например, это пара с длинной вставкой. Скажем, длина вставки может быть и 10 тысяч нуклеотидов, и 20 тысяч нуклеотидов. То есть саму эту середину не удалось ссеквенировать, но удалось их вместе соединить. Вот такая вот лестница из многих контигов может назваться скафолдом. Называется скафолдом. И также последние ассемблеры научились заполнять гэпы между контигами в скафолде. Идея простая. Раз вы соединили два контига, тогда вы можете попытаться аккортировать все риды сюда и посмотреть, они заполнятся ли у вас теперь этот скафолд. Получается, что во многих случаях он действительно заполняется. Здесь также показано, что есть риды с короткой вставкой. Вот они. Из них собираются контиги. И есть риды с длинной вставкой, при помощи которых соединяются контиги в скафолды. И обычно секвенируют, делают большое покрытие короткими ридами и какое-то покрытие небольшое с длинными ридами, чтобы уже сделать сборку более связной. Также нам понадобится камер-сайз, размер камеры. Камер — это просто слово из k букв. Если у нас есть вот такая последовательность нуклеотидов, нарисованная красным, то все камеры с k равным 7 перечислены здесь. То есть это все строчки из 7 букв, составленные из этой строки, вот со сдвигом 1. Ну, естественно, подряд без разрывов. То есть не первая, третья, пятая, девятая. Вот вы слушали прошлую лекцию, и тогда мы видели, что современные ассемблеры, основанные на обходе графа Дебрюина, работают с камерами. Эмпирическое правило такое, что чем короче камер, тем ассемблер находит больше перекрытий ридов. То есть камер — это вот такая вот единица логической работы ассемблера. Чем он короче, тем больше находится перекрытий. Соответственно, тем больше схлопываются похожие участки генома. Например, там могут схлопываться повторы, могут схлопываться паралоги, аллели и так далее. Все это может схлопываться, потому что просто в силу короткого камера, что нашелся одинаковый короткий кусочек. Чем длиннее камер, тем, соответственно, более точная сборка. Но при этом уменьшается и N50, потому что мы генерируем меньше путей в графе, и вот просто у нас меньше вариантов. Вот такая вот система. Причем меньше памяти надо, понятно, что для длинных камеров, а больше памяти нужно для коротких камеров. Что иногда бывает важно в случае больших геномов, когда у вас не хватает просто памяти компьютера, даже если вот ее там 500 гигабайт или 1 терабайт оперативной памяти. Но современные ассемблеры, в частности тот, о котором я буду рассказывать, они перебирают сразу несколько размеров камеров, множество, скажем там 33, 55, 77, 99, 100, 25. И потом результаты всех этих сборок по разным камерам они объединяют. И таким образом достигают какого-то эффекта, достигают, объединяют преимущества коротких камеров и длинных камеров. Здравствуйте. А так поступают уже современные ассемблеры. Еще одно важное понятие — это N50. Это основная метрика, которая говорит вам о качестве сборки. Хорошая получилась у вас сборка или нет? В результате сборки генома, привет, у вас получается какое-то количество контигов разной длины. И если мы ассортируем их по, соответственно, убыванию длины, то тот скафолд, вот этот скафолд длиной там N50, N50 — это скафолд такой длины, что мы можем покрыть половину нашего генома скафолдами этой длины или больше. Вот такая стандартная классическая метрика. Вот для человеческого генома 37-го релиза N50 равно 46 миллионов. Вообще, я так говоря, очень много. Но, естественно, человеческий геном собран, один из самых лучших геномов по сборке. При этом большие гены у человека, то есть вместе с энтронами, вот их характерная длина — это где-то 200 тысяч нуклеотидов. Таким образом, вот в человеческом геноме он собран так хорошо, что гены практически не разрываются между разными скафолдами. Ну и, соответственно, когда вы получаете свой N50, вы можете сказать, хорошая это сборка или нет. Скажем, если N50 у вас равно 1000, но все-таки маловато, да? Если это в нуклеотидах, получается, что в среднем все ваши гены будут разорваны в этом геноме. Если N50 равно, ну там, скажем, 10 тысяч, уже вы можете работать с генами, ну и так далее. Если 100 тысяч, это уже хорошая сборка очень. Это N50. И вот такое эмпирическое тоже опытное наблюдение, что многие думают, что вот нужно просто засунуть данные в ассемблер, он все соберет. На самом деле нет. Это сложная действительно задача, даже вот с учетом того, что сейчас программы стали гораздо лучше. Она действительно с большим трудом выполняет свою задачу, и нужно помочь этой программе насколько можно. То есть нужно вот очистить данные как можно лучше, нужно очистить от загрязнений, нужно вот сделать тримминг по качеству и так далее. То есть вот сделать все, что от вас зависит, чтобы подать ему на вход наиболее чистые данные. Потому что, к сожалению, вот сам алгоритм вот этого Дебрюиновского графа, он не очень интуитивен. То есть вы делая там разные предположения логические, ну как обычно думает человек, вот у нас есть маленькие строки, они как-то собираются, складываются между собой, перекрываются, из них получается какая-то большая длинная строка. Это совершенно не так в графах Дебрюина. Там может быть что угодно на этих графах, любые пути, которые иногда сложно себе представить, почему они такие получаются. Поэтому желательно, например, если геном или транскриптом загрязнен чем-то сильно, тогда получаются совершенно удивительные химерные контиги. И не надо думать, что получится какой-то набор контигов, которые можно разделить на химерные и нехимерные. Лучше разделить, скажем, сразу очистить на уровне ридов. Итак, вот уже начинаются какие-то практические шаги. Напоминаю вам, как зайти на кластер, на тот узел, который выделен для домашних заданий. Вот ssh-p 16.22. Такой адрес. Это, соответственно, в командной строке Linux или в программе PuTi или другой программе под Windows. Полезные скрипты, которые я составил для вас, лежат в директории snauminko scripts. Это совсем простые скрипты, которые как бы оборачивают вызов той или иной программы. Все эти скрипты запускаются просто из командной строки. Можно не писать целый путь к ним, а можно писать название скрипта, потому что уже PuTi помещен в переменный паз для этого пользователя нашего общего. И можно их запускать. Значит, скрипты следующие. nreads.sh посчитает количество ридов в файле, просто количество строчек, деленное на 4. скрипт lignto fasta, он преобразует, конвертирует формат fasta с фиксированной шириной, когда у вас контиги разрываются на строчке фиксированной ширины, формат, когда они вытягиваются в одну длинную строчку. Потому что ассемблер иногда выдает вот именно такой формат. n50 считает n50, go spades запускает spades, go blast запускает blast, go quast запускает кваст. Разберемся, что такое кваст и спейтс в ходе нашей лекции. А все ли знают, что такое blast? Наверное, все знают, да? Blast. Есть люди, которые не знают, что такое blast? Да. Значит, blast — это такая программа, которая позволяет вам… это, наверное, самая используемая программа в среде биоинформатиков, которая позволяет вам искать последовательности нуклеотидные и белковые последовательности в базах данных. Ну и вообще ее общая задача, она просто позволяет искать, создать базу данных из любой последовательности и против этой базы данных, как говорят, пробластовать любые другие последовательности. То есть найти сходство последовательности. Ну, по сути, она просто ищет некоторые якоря и делает выравнивание, и потом выдает вам оценку качества этих выравниваний. Практически в сборке геномов эта программа нужна для того, чтобы проверить, что получилось у вас. То есть вы получили сборку, какие-то контиги, вы можете ее забластовать против базы всего живого. Существует такая база всех имеющихся на данный момент в генбанке последовательности ДНК или всех белков. И посмотреть предметно, что вы на самом деле получили. Получили вы тот организм, который планировали, или, быть может, вы получили какие-то образцы оператора-секвенатора или того, кто делал в библиотеке, то есть какое-то загрязнение. Когда вместо бактерий увидите человека. И тогда у вас возникнут вопросы к тому, кто делал в библиотеку. Get NNN. Этот скрипт считает, сколько букв N в файле. То есть где ассемблер не нашел, не поставил никакой буквы в последовательности, а где он поместил просто букву N, что он ничего не может собрать. Но это тоже такая вот оценка качества сборки. Сколько у вас собралось целиком букв, сколько букв определилось в последовательности, а сколько букв осталось неопределенными. Предлагается вам на выбор несколько организмов. Все это бактерии. Вы можете выбрать, какая вам больше понравится. У них там немножко разный размер генома. Все они скачиваются вот с этой страницы. Я использовал пример вот Bacillus Cereus. И риды я использовал MySec. Но вы можете выбрать любые. Сначала мы их выбираем в ссылку, которую хотим скачать. Потом мы их скачиваем, командой VGET. Потом мы их распаковываем, командой TAR. И дальше у нас образуются две папки. Сырых ридов и ридов после контроля качества. Теперь вы можете сами, либо сами провести контроль качества, еще раз повторить, что вам предлагалось на прошлой лекции. Или можете воспользоваться уже готовыми ридами. Дальше мы скачаем референсный геном. В этой тренировочной задаче нам повезло. Мы уже знаем, что это за организм. Очень хорошо. И мы можем проконтролировать качество нашей сборки. Это далеко не так вообще в реальных проектах. Обычно, конечно, люди делают уже какие-то новые интересные организмы, геномы, в которых еще не секвенировано. Но обычно, может быть, есть какой-то близкий вид с секвенированным геномом. Всегда полезно иметь какой-то или референсный геном, или хотя бы геном близкого вида, потому что с его помощью можно проверить качество сборки, чтобы сравнить то, что у вас получилось, с тем, что должно быть на самом деле, или с тем, что получили другие люди. Здесь в этом бенчмарке мы можем скачать референсный геном. Там указаны тоже ссылки. Для Bacillus CRO есть вот эти ссылки в генбанк. Это геном и аннотация. Аннотация — это уже результат работы другой программы, которая предсказывает гены в геноме, которая идет уже по собранному геному и смотрит там или при помощи, опять же, тех же бласт-хитов белковых или при помощи моделирования генов предсказывает, где в геноме располагаются гены. Нам понадобится и то, и то, чтобы проверить качество сборки генома. Это все. Это данные мы готовим. И теперь основной шаг, собственно. Мы запускаем сборщик Spades. Сборщик Spades — это вот как раз тот сборщик, о котором я говорил, что это сборщик, написанный профессионально, написанный вот в Санкт-Петербурге, там командой программистов под руководством очень известного биоинформатика Павла Певзнера. Действительно эффективный код, написанный там с применением разных библиотек, они на коленке, отлично отлаженный, с отличной документацией. Они очень много собрали разных геномов, чтобы проверить работу своего ассемблера. В общем, сейчас действительно один из лучших ассемблеров. Ну, естественно, такая работа заняла у них вот не меньше там трех лет. Да, вот уже сейчас третья версия, примерно третий, там, четвертый год. Вот так запускается Spades. Красная строка — это что вам надо набрать в командной строке. Вот здесь нарисовано, что написано вот в этом скрипте GoSpades. Там просто вызывается оберточный скрипт Spades. Минус один — это ему передается левый рид, файл с левыми ридами. Минус два — передается файл с правыми ридами. Минус O output — показывается, в какую папку записывать результаты. Минус T4 — пишется, сколько потоков надо запускать. Здесь вот важный момент. На самом деле вы можете запустить и больше четырех потоков. Я, например, запускал на 16, на узле всего 16 ядер. Но вы посмотрите сначала, сколько у вас человек на узле командой who. Если у вас там 10 человек, то если каждый запустит на 16 потоков, то, конечно, все повиснет и никто не посчитает. Ну и тогда посмотрите, разумно запускайте там 4 потока или 2. Но если никого нет, то можете и 16 запустить. Для 16 потоков это занимает примерно час. Результаты будут храниться в папке space.out. Вот в этой space, в папке output. Там будет храниться space.log. Это журнал выполнения. Можете посмотреть там поминутно, посекундно, что он делал, этот ассемблер. Вот здесь будут храниться contigy. Здесь scoffold. И здесь еще новый формат. Это обычный формат FASTA. То есть в каждом формат FASTA все знают, да, что он состоит из заголовка, название contigy, и потом, собственно, строки DNK. И файл FASJ — это новый формат, интересный, когда геном представляется не в виде последовательности, а в виде графа. Вот какой граф получился в конце всей процедуры сборки. Вот выдается сразу сюда граф. Ну, пока он еще не получил широкое распространение, потому что с графом сложно работать, да потом надо как-то картировать на него, а как картировать на граф, в общем-то, этот вопрос открыт еще. Значит, что тут еще можно сказать? Вот nohub — это написано для того, чтобы расчет не остановился, если вы закроете ваш терминал, или если у вас разорвется соединение. И ampersand вам необходим для того, чтобы эта команда ушла в фоновый режим, и вы могли, пока она работает, набирать другие команды в командной строке. Ну вот и все. Так его можно запустить. Вот здесь находится мануал, руководство пользователя Spades. Там много всяких подробных опций. Еще я бы обратил внимание, что я использовал опцию careful. Зачем она нужна, я расскажу немножко потом. Ну, вкратце это просто более тщательная сборка. А чем она именно тщательная, мы потом увидим. Потом мы оцениваем результат. Мы получили файл с контигами и файл с скафолдами. Давайте, например, переименуем их, чтобы у них было разрешение покороче. Не fast, а fa. Потом переведем в формат, тот формат, когда контиг не разбивается на строчке одинаковой длины, а просто располагается в одну длинную строчку. Вот этим скриптом олигнутом fast. И потом посчитаем n50 для каждого из контигов и для скафолдов. Например, запишем это в файлы. Контиг с n50, скафолд с n50. И посмотрим их. Давайте посмотрим, что мы здесь видим. Результат нашей сборки таков. Средняя длина контига получилась 73, почти 74 тысячи нуклеотидов. Средняя длина скафолда получилась чуть-чуть побольше, 74-700. Всего у нас получилось контигов 73, скафолдом 72. То есть что можно сделать, какой можно сделать вывод? Всего лишь одна пара контигов соединилась в скафолд. На самом деле это означает, что примерно никакой разницы между контиг и скафолд практически нет. Все-таки когда скафолдинг прошел удачно, тогда разница может быть очень большая. Например, для контигов n50 может быть 5000, а для скафолдов 100 тысяч. Ну или даже больше, или 500 тысяч. Но это обычно достигается библиотекой с длинным размером вставки. То есть не как у нас здесь. Здесь у нас были все риды одинаковые, и размер вставки у них там был где-нибудь 300-400. Но если бы мы добавили сюда риды с большим размером вставки, 5000, 8000, тогда мы получили, конечно, побольше скафолд n50. И, естественно, поменьше скафолдов. Но в целом это неплохая сборка, и с ней можно работать. То есть это достаточно длинные контиги. Хотя, конечно, сейчас уже для бактерий считается правилом хорошего тона все-таки дособирать геном до конца. То есть собрать его полностью. И это реально, если добавить в библиотеку с длинной вставкой. Что делает Spates? У Spates там есть несколько встроенных этапов. И раньше биоинформатик должен был каждый этап делать самостоятельно, причем использовать разные программы для этих этапов. Что такое? Использовать разные программы для этих этапов, и писать свои какие-то скрипты, которые автоматизируют всю работу. А сейчас Spates достаточно универсальный, делает все сам. Он и корректирует чтение, он и осуществляет сборку с разными коммерсайзами. Но при этом у него есть и свои разумные коммерсайзы внутри. Например, оказалось, что у меня были риды MySec, достаточно длинные. Он сам определил, что надо использовать достаточно большой коммерсайз для ридов MySec, длиной 150 плюс 150. Дальше вот как раз опция Careful заставляет Spates в конце проводить кортирование ридов на собранные контигии, смотреть, не случилось ли ошибок сборки, и корректировать эти ошибки сборки. Кроме того, Spates поддерживает, он активно развивается, и он поддерживает все новые технологии секвенирования, вот и MySec, и ПакБио, и все остальные. И длинные риды, все что угодно поддерживает Spates. Можете посмотреть об этом в мануале. Можно использовать несколько библиотек. В любом серьезном проекте, конечно же, используйте несколько библиотек с разной длиной вставки. Все это просто нужно… у вас усложнится тогда запуск, вот эта строка запуска Spates, надо будет там перечислить другие библиотеки и подсказать Spates, у какого они вида. Если они так называемые made pairs в библиотеке, то они просто через другую опцию будут перечисляться здесь в строке запуска. Вот это мы разобрали, в общем-то, вот. Разобрали сборку генома. Вот, собственно, и вся сборка генома. Вы получили результат с вами, оценили его за счет вот этим параметрам N50. Ну и общей длиной. Вот мы видим, что общая длина генома 5 миллионов 300. Это действительно так. Вот для этой бактерии известно, что у нее геном именно такой длины. Кроме того, команда Spates разработала еще один инструмент для оценки, подробной оценки качества сборки. Называется кваст. Вот его страничка кваста. Чтобы его запустить, просто надо запустить скрипт goquast sh contix fa. Там вы можете посмотреть внутри скрипта. Я тут не стал выписывать, что там именно. Но там просто как правильно запускать кваст. И там указан путь к референсному геному и путь к коннотации. То есть он уже оценит, насколько правильно мы его собрали, вот, глядя на референс, на, так сказать, на идеальную последовательность и на предсказанные гены. Дальше мы его запустили. Давайте его заархивируем, потому что он представляет очень красивый отчет в формате html. Надо его заархивировать. Командой можно тар заархивировать вот этой. Здесь можно нажимать tab, чтобы не вводить всю эту длинную строку. Как вы знаете, в Linux нажимаете tab, и вам подсказывается продолжение мини-файла. Ну и потом, скажем, перемещаем его в домашний каталог. Этот файл копируем на локальный компьютер. Если мы с локального Linux компьютера копируем, то команда scp, минус p большое, кстати, я замечу, 16.22. Ну, либо можете любым другим привычным способом копировать, там, через команду winscp или что-нибудь еще. Распаковываем на локальном компьютере и смотрим красивый отчет кваста. И домашнее задание будет у вас в том, что нужно пойти на страницу с датасетом и выбрать себе датасет, скачать риды, собрать геном при помощи спейта, оценить N50, оценить результат при помощи кваста. И разобраться в этом выводе кваста. Там много всяких интересных вещей. И домашнее задание в том, чтобы все это проделать, разобраться в выводе кваста и вот в форму для сдачи домашнего задания написать небольшой абзац, что я понял или поняла из вывода кваст. Какой? Кваст тоже 50 выводит. Что же там? Кваст тоже 50 выводит. Да, кваст. Вообще много всего выводит. Да. Вы увидите гораздо более развернутую характеристику качества сборки. N50 это по сравнению с этим просто какой-то пшик. Ну вот, в общем-то, основную часть я уже рассказал. Теперь мне останется рассказать вам какие-нибудь занимательные слайды, связанные со сборкой генома. Вот я надеюсь, что сборка генома это просто, и вы с этим справитесь в вашем проекте. Ну вот, несколько слайдов еще. Во-первых, у меня есть небольшая коллекция геномных статей, которые геномы, которые вышли за последние годы в разных журналах. Я замечу вот несколько примеров. Скажем, геном банана вышел в 2012 году. Там было в статье 60 авторов. И геном был 523 мегабазы. Вот видите, какие были. Еще геном томата, да, вот более 100 авторов. Там был целый консорциум томатный. Собрали 760 гигабайт из 900. Вот геном ели европейской. 50 авторов. Собрали 4,3 гигабайта из 20 гигабаз. Кстати, вот кто догадается, почему так мало собрали, хотя авторов, казалось бы, у них было много. Ну и что? Казалось бы, какая разница, сколько хромосом. Никакой? То есть они собирали, но не собирали декорция. Да, то есть они собирали, вот они публиковали вот столько. Известно, что можно померить просто количество ДНК в клетке и рассчитать, какой размер будет генома. Ну, отчасти да, что это, так сказать, методическая проблема, и мне не на что было опереться. Да, это подходит. Но есть еще более фундаментальная причина, по которой вот геномы вообще трудно собирать. Да, вот совершенно верно. Когда у вас большое количество повторов, это, собственно, как мы знаем, там в геноме человека 50% повторов, да, соответственно, все эти последовательности практически одинаковые. И для ассемблера тоже. И поэтому ассемблер просто схлопывает в одну последовательность с большим покрытием, и все. При этом, кстати, эта сборка неплохая. Она публикована в хорошем журнале, да, потому что они, скажем, собрали все гены, которые вот именно белокодирующие гены, они практически все получили. Ну вот еще пример гриба, вот с небольшим геномом, тоже 32 автора. Я обращаю ваше внимание на количество авторов. Конечно, сейчас уже сборка генома не удивишь особо научной общественности. Обычно публикуют, конечно же, сборку генома и еще какое-то исследование с этим геномом связанное. И отсюда, конечно, количество авторов в геномных статьях довольно большое. Вот такой общий методический совет. Вот известный учебник Бергстерма и Дугаткина по эволюционной биологии приводит нам размер геномов. Вот видите, для разных таксонов. И мы видим, что размер геномов очень сильно варьирует. Там самые маленькие у вирусов, там ахеи, бактерии, грибы. Вот очень длинные геномы у растений. Ну видите сами, да, причем шкала здесь логарифмическая. Вот увеличение очень сильное. Ну и таким образом я бы рекомендовал вам не выходить за пределы вот этого очерченного круга. Потому что действительно большой геном требует больших усилий и большого коллектива, и больших трудностей. Собственно, большая стоимость секвенирования. Вот в моем опыте удачнее всего собирались геномы грибов. По 40 мегабайт просто идут отлично. Можно собирать и собирать. Собираются даже целые популяции. А геномы растений, конечно, идут труднее. Потому что вот главным образом из-за повторов. Еще один момент. Чем хорошая сборка отличается от плохой? Сейчас, естественно, секвенирование стало дешевым достаточно. Компьютеры тоже не очень дорогие. Программы, ассемблеры появились. Запускать их несложно. Поэтому многие лаборатории по всему миру берут, секвенируют, запускают и получают сборку. Но такая сборка еще не окончательная. Вот мы с вами получили что-то на бактерии, там 70 контигов. Но это все-таки как-то маловато. Многовато, точнее, контигов для того, чтобы считать эту сборку очень хорошей. И вот в этой статье, тут, к сожалению, пропала ссылка, откуда эта картинка взята, показан график. А, вот, внизу есть, да. Показан график. Сколько у нас таких черновиков геномов драфтед и укариот, и сколько законченных геномов. Мы видим, что законченных геномов не так много по сравнению с лавинообразным ростом количества просто незаконченных геномов. Поэтому действительно большинство геномов, которые секвенируются, собираются и выкладываются в генбанк в том числе, это геномы, к сожалению, незаконченные. Потому что, как и во всяком любом другом деле, нужно потратить огромные усилия, чтобы довести геномную работу до финальной стадии. Сейчас даже есть некоторые гайдлайнс на эту тему, определения, которые определяют хорошие геномы и плохие. Стандарт драфт. Просто запустили ассемблер, там, high-quality драфт покрывает 90% целевого генома, там удалялись загрязнения, то есть хотя бы вот он годится для аннотации. Improved high-quality драфт. Уже искали ошибки в сборке, там, закрывали gap в скафолдах. Вот уже для сравнительной геномики такой годится геном. Annotation directed improvement. Это ключевой шаг, когда вы уже пытаетесь распознать белоккодирующие гены в вашем геноме, и уже когда вы это делаете, вы увидите качество вашей сборки. То есть вы видите, что, например, у вас разрываются белоккодирующие гены. Поскольку белоккодирующие гены часто консервативны, то вы можете взять вообще все белоккодирующие гены всех видов, просто провести белковый бласт и увидеть, что там какая-то доля ваших генов разорвана. И тогда пытаетесь это исправить, и тогда ваша сборка становится гораздо лучше. Это, в общем-то, один из основных вот таких критериев качества сборки, что у вас не разрываются белоккодирующие гены. Ну, он continuous, finished, предпринятые усилия для закрытия большинства гэпов, ошибок сборки областей с повторами, в том числе и до секвенирования. Часто какие-то кусочки по сенгеру секвенируют. Ну, в общем, это вот целое большое дело. И finished — это вот менее одной ошибки на там 100 тысяч нуклеотидов, и у вас уже геном собран целый хромосом. Ну, в общем-то, сейчас вот если публикуют новый геном, скажем, грибов, то обычно его публикуют так, ну, если, естественно, в хорошем журнале. Для этого существует множество разных программ, достаточно более серьезных. Вот одна из них — это от Сенгеровского центра, пакет Padgett, состоит из нескольких программ, которые вот могут выравнивать контиги вдоль референса, если он у вас есть, там закрывать гэп, покорректировать мелкие ошибки, переносить аннотации. В общем, это целая большая индустрия. Подробно, которую мы не будем рассматривать. Ну, вот ссылка на всякий случай у вас есть, как, куда двигаться дальше. Несколько вредных советов, да, вот с которыми, так сказать, сталкиваются сборщики геномов. Сразу возникает желание получить идеальную сборку, попробовать разные ассемблеры. Особенно раньше это было большими граблями, потому что было много примерно одинаковых ассемблеров, примерно одинакового качества. Сейчас вот Space вот для разумных геномов, для небольших геномов Space побеждает там все другие ассемблеры. Вот некоторые собираются писать свой ассемблер, потому что все они не очень, и хочется написать свой вот именно для своего там типа организмов. Ну, это просто и задача очень интересная там для программистов, алгоритмистов. У меня тоже есть идея своего ассемблера, но я вот уже года три себя удерживаю от ее реализации. Большие геномы действительно это сложное занятие и требующее вычислительных ресурсов. Например, требуются компьютеры там с объемом оперативной памяти, там, 1 терабайт, например. Ну, это достаточно редкий компьютер. Редкая лаборатория может там себе позволить его купить, а если там, это должно быть какой-то pipeline проектов под этот компьютер и так далее. Ну и сама, значит, с большими геномами еще проблема в том, что просто много, банально много сырых данных. Вот здесь мы с вами копировали какие-то файлы, приводили их в какой-то формат, расархивировали, и все это можно сделать, ну, там, за 10 минут. А если у вас большой геном, то все это превращается уже в часы, десятки часов и так далее. То есть это просто огромный объем просто файлов тоже. Что еще вредного? Где вредный советую? Вот эти геномы, там, диплоидные, тетраплоидные, геномы с большой гетерозиготностью, вот это тоже сложнее для сборки. Например, ассемблер же не знает, какая гетерозиготность у вас в геноме. Он может собрать у вас просто, если у вас геном длины L, он может собрать вам 2L. Конечно, так идеально не бывает. Часть он схлопнет, часть аллели он схлопнет, а часть аллели он соберет отдельно. И получится не то, не все. Тоже достаточно сложно с этим разобраться. Кстати, у Spades есть модуль дипспades, вот именно для диплоидных геномов. И какие-то результаты вот действительно хорошие он показывает. Хотя эта проблема еще далека, конечно, от своего решения. Вот это, конечно, сложный случай, когда не выделено чистая ДНК, или вот еще, скажем, много ДНК из митохондрии, например, получилось. И тогда действительно сложно очистить, чтобы получить нормальный геном. Полезные советы. Вот полезно быстро получить первую версию, и тогда обычно получается… В сборке геномов почему-то так получается. Если сразу что-то получается, это можно как-то улучшить, ну, немножко улучшить. А если совсем не получается, то, скорее всего, и не получится. Возможно, просто данные плохие. Полезно пробластовать порцию ридов против НТ вот всей базы ДНК. И тогда вы увидите просто по таксономии, сколько у вас, какой процент загрязнения у вас может быть в вашем датасете. Вот важный совет. Можно из парных ридов сделать с перекрывающимися концами один длинный рид. Есть специальная программа, которая находит… Если у вас левый и правый рид перекрываются, вы задаете там какой-то порог этого перекрытия, тогда он вам делает… Программа делает вам один длинный рид из двух ридов. Это облегчает работу ассемблера, то есть вы изначально имеете более длинный… более информацию о связности, более далекого расстояния, чем в этом случае. Не забывайте, что ассемблер нарежет ваши риды на камеры, то есть он по умолчанию какую-то информацию будет терять о связности на далеких расстояниях. Использовать библиотеку MatePair с длинной вставкой. Я приведу пример мухоловки. Хороший геном был собран на 1,1 гигабаза. Вот использовалось 9 библиотек. Вот не 2, не 3, а 9. Вот с такими размерами вставки для такого генома. Вот это примерно то, как надо делать такие большие геномы. Достаточно долгая сборка, не надо заниматься геномом, потому что это сейчас действительно всего лишь стадия для дальнейшей интересной работы уже по анализу этого генома. Больше информации можно найти вот на этих сайтах. Сейчас уже много и лекций на эту тему. Вот есть лекция в Cold Spring Harbor лаборатории интересная по секвенированию. Там в основном разбирается сборщик AllPathLG, другой для больших геномов. Много всего есть. Вот этот сайт, на нем обычно много ответов по теме. И, ну, также сайт Biostars. Все на этом, да, спасибо за внимание.